Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии во второй половине дня местами кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Возможные порывы до 14. Температура воздуха ночью 7-12 тепла. Днем плюс 19, плюс 24 градуса. В горах ночью от 2 до 7 тепла. Днем воздух прогреется до 17 градусов. В центральных и местами в южных районах высокая пожароопасность. Черкесский днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Возможные порывы ветра до 14. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 23. К концу года выйдет в свет новая книга талантливой поэтессы Фариды Седохметовой. Поэтический сборник «Судьба моя. Поэзия» — это избранные произведения поэтессы за последние 30 лет. О том, какие произведения вошли в книгу, в эти минуты в нашей студии Фариды расскажет моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем! Доброе утро, Фаридочка! Доброе утро, Белочка! Я благодарю тебя за то, что ты нашла время и пришла сегодня к нам в гости. А поводом для нашей с тобой очередной встречи стало то, что вот-вот, очень скоро, надеюсь, к Новому году увидит свет твой новый поэтический сборник. И название такое «Судьба моя. Поэзия» — наверное, символическое название, да? Ну, наверное, да. Я надеюсь тоже, что она наконец-то выйдет к Новому году. Как обещают, ну, от меня тоже очень многое зависит. Сейчас вот последние приготовления идут, там работа над обложкой, уже оформление, всё. Ну, судьба моя поэзия, потому что я всегда говорю, что у меня как такового нет лирического героя. Вот всю мою судьбу можно проследить по моим стихам. Поэтому, наверное, это вот всё то, что написано за последние более чем 30 лет. Ну, это правда. Правда, да. Это такое точное название, что точнее не может быть. А какого плана стихи вошли в этот сборник? Ну, это будет опять билингвистический сборник на двух языках. У меня уже есть такой опыт. Вот «Меным дням мой мир» он вышел так. «Стихи на русском», «Стихи на нагайском» и «Переводы с нагайского на русский язык». Этот будет немножко шире, потому что там вошли в него все вот эти, ну, можно сказать, если я посмею так сказать, лучшее, что было написано в эти годы на русском, на нагайском. Новые стихи на нагайском и на русском. «Переводы», вот та средневековая поэзия почти тоже вся вошла. И «Переводы» вот наших современных, то есть, ну, классиков 20 века. Борида, а можно попросить что-нибудь из этого сборника прочитать? Можно, конечно. Вот сейчас прекрасное время осень, но и в то же время это пора увядания. Мне бы очень хотелось прочесть стихотворение, которое очень часто любил цитировать наш с тобой родной, любимый Миша Накохов. Почему-то он это стихотворение очень любил. И самое главное, что оно написано в начале 90-х, почти 30 лет назад. Но сейчас, мне кажется, оно очень актуально. Вы опоздали. Мой вечер обещан ветхому зеркалу в темном углу, Скучному другу стареющих женщин. Я влюблена в его долгую углу. Вновь отправляюсь к нему на свидание, В робкой надежде на прежний успех. Да не коснется тебя увядание. Тихо звенело оно нараспев. Так уж давно ли? И все-таки в прошлом. Ныне спокойней оно и мудрей, Только потрется щекою заросшей И, приобняв, проведет до дверей. Знаю, однажды, Утратив надежду Вдруге линстивом Найду я врага. Жизнь обветшалой Истлевшей одеждой Тихо падет К его жестким ногам. Благодарю тебя. Это прекрасное произведение, да, Но нам всем очень нравится. Я думаю, будет нравиться. Я желаю тебе новых творческих успехов, И чтобы поскорее Твоя книга вышла в свет. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. И доброго еще раз всем утро. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Следующий выпуск Вестей С Русланом Джукаевым Смотрите в 14.30. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Все, что вас радует, Обязательно будет С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит До 2 миллионов рублей По ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку На сайте Минбанк.ру Или приходите в офис Московский индустриальный банк. Минбанк.ру Продолжение следует... Продолжение следует...